Это проблема российского рынка. Если посчитать, сколько нужно денег потратить, чтобы такую компанию с нуля построить, это громадные деньги. Это миллиард. Нет, чтобы построить с нуля это все, взять, прийти в чистое поле и построить все эти предприятия, это миллиарды долларов, конечно. Но мы же с вами говорим о бизнесе, а о бизнесе, сколько стоит, значит, сколько за него готовы заплатить. Правильно. Трудно сказать, рынка ценных бумаг в России, к сожалению, реально не существует. Он очень-очень слабенький. Поэтому реальные оценки предприятия сегодня невозможно дать. Только в том случае, если кто-то его хочет купить для каких-то своих нужд, вот тогда возникает рынок. А покупателей таких сегодня мало, потому что в России изначально мало все-таки людей с деньгами. Давайте говорить откровенно. А западные деньги сюда не попадают. Почему? Ну, недоверие существует, недоверие к системе, плюс недоверие в целом к стране, оно существует, к сожалению. Я вам не зря же сказал одну такую фразу, что в России не защищены права миноритарных акционеров. Это главная в том числе, одна из главных проблем. Очень многие западные компании видели будущими миноритариями, как с ними обходились те, у кого были крупные пакеты. Естественно, это их чему-то научило. И теперь они с большой осторожностью относятся. Соответственно, сейчас, если компании западные покупают что-то здесь, они покупают сразу контрольный пакет. Но, опять же, они это только делают, только в том случае, если это нужно им с точки зрения какого-то производства, им это необходимо. А портфельных инвесторов нет в России.